Библейский портал экзегет.ру представляет Первое послание к Тимофею, третья глава, библейский портал Экзегет. Третья глава посвящена церковной иерархии. О, наконец-то! Сегодня в церкви православной, но и не только, огромную роль играет иерархия. Почему-то мы в посланиях Павла почти ничего о ней не видим. Вот это как раз то самое место, где об иерархии сказано подробно. Христианство, в общем, с самого начала иерархично. То есть нет такого равенства, есть сложная структура, в которой кто-то кому-то подчиняется. И наверху этой структуры человек, которого уже Павел называет словом епископ. Епископ – это буквально надзиратель, надсмотрщик. Ну, по-русски это как-то не очень хорошо звучит, это какая-то тюремная должность. Но тот, кто контролирует, проверяющий. И как раз Павел пишет Тимофею. Тимофей, судя по всему, епископ, руководитель общины. И вот как епископ он обеспечивает некоторое преемство, значит, кто-то его сменит. Павел объясняет, кого, собственно говоря, надо делать епископом. Кто стремится к епископству, желает доброго дела. Хорошо это, да. Но епископ должен быть безупречен. Муж одной жены. Здесь прямо на первом месте требования, которые сегодня не соблюдаются. Понятно, что сегодня православные или католические епископы, они не женаты. Ну, это трактуют так, что, дескать, они женаты на церкви. Но мы дальше увидим, что для Павла это точно буквально человек, у которого либо одна жена в данный конкретный момент времени, нет любовницы, либо что у него вообще один брак, скажем, то, что он не разводился, непонятно, если он вдовец. Но вот это некий идеал, да, то есть человек, который в семейной жизни постоянный. Муж одной жены, мыслящий трезво и здраво, порядочный и гостеприимный наставник, а не пьяница, драчун или стяжатель. Пусть владеет собой нелюбитель ссор или денег. Пусть он справляется с управлением собственным домом, чтобы дети слушались его с полным уважением. Как же будет заботиться о церкви Божьей тот, кто не смог стать главой своей семьи? Вот где, собственно, видно, что это семейный человек, да, у него и дети есть от этой самой жены. Я не буду сейчас объяснять и рассуждать о том, как изменилась эта практика, но вот мы просто замечаем, что, скажем, в основном направлении христианства она изменилась, и епископ сегодня не женатый человек. Но его роль во многом уже не совсем такая, как она была в этой древней общине, где, собственно говоря, это была большая семья. И епископ – это, прежде всего, человек должен быть, который имеет опыт семейного управления, имеет опыт такого общения со своими детьми, женой, чтобы справиться со сложной задачей управления христианской общиной. Пусть он не будет и неофитом, не то надувшись отважности, попадет под то же осуждение, что и дьявол. Неофит – тот, кто недавно обратился, у него нет опыта, и Павел объясняет, почему. Очень точное описание неофитов, надувшись отважности, попадет под то же осуждение, что и дьявол. Неофит – человек, который точно все знает, который всех стремится направить, наставить, всем все объяснить, и, в общем, он себя ставит очень высоко на самом деле. Дьявол ведь в христианском богословии тоже… Некто, кто стоял очень высоко, но очень низко палы у неофитов, есть такая опасность, если их еще и поставить на такое высокоответственное служение. И дальше тоже очень важные слова. Среди тех, кто вне церкви, он должен быть известен с хорошей стороны. Не то пойдет жертвой их ругани и сплетенные клеветы. Ну, или можно даже перевести, или их ругань толкнет его в ловушку дьявола. То есть клевета здесь либо человеческая, либо, действительно, это клеветник тот, который в особом смысле клеветник – дьявол. Зачем нам свидетельство со стороны внешних людей тех, кто вне церкви? Ну, вот именно потому, что даже если это, допустим, несправедливо, но человек, у которого плохая репутация, вокруг него сразу возникает пространство сплетен, и человек, который живет среди этих сплетен, он сам падает их жертвой. Не только в том смысле, что они о нем плохое говорят, и его там репутация снижается, а в том смысле еще, что он как-то начинает на это реагировать, раздражаться. То есть он начинает заниматься совсем не тем, чем ему бы надо. Мы сегодня имеем трехчастную иерархию – епископы, пресвитеры, диаконы. У Павла здесь она двухчастная. Епископы, видимо, те же и пресвитеры, а отдельно диаконы. Диаконы, причем слово означает помощник, и диаконы – это люди, которые, в общем, просто были заместителями епископов, их помощниками, отчасти по хозяйственной части. Вот мы читаем в книге «Деяния», что первые диаконы должны были заниматься благотворительными раздачами. Их задача очень конкретная. Там нужно было хлеб неимущим раздавать, но не апостолам же этим заниматься, они проповедуют, они несут слово Божие. А вот избрали толковых людей, которые умеют организовывать. Вот диакон – это именно такой человек. И про них примерно то же самое. К диаконам относятся то же самое. Почтенные, недвуличные люди, которые не злоупотребляют вином и не ищут наживы, но хранят таинство веры с чистой совестью. Но требования менее строгие. Уже не говорится, что муж одной жены или хорошо управляет своим домом. Просто почтенные люди – не пьяницы и не стяжатели. Сначала их следует подвергнуть испытанию. И если окажутся безупречны, пусть служат диаконами. Такими пусть будут и жены. Не очень, кстати, понятно. Жены этих самых диаконов и епископов, вероятно, поскольку епископы у нас женатые. А может быть, это женщины, которые исполняют служение диаконис. А в послании к римлянам есть упоминание такой диаконисы. Но если диакон – это заместитель по хозяйственной части, как в книге деяний, то очень естественно, что этим занимаются женщины, как и сегодня, допустим, во многих церквях. Именно женщины занимаются хозяйственными делами. Такими пусть будут и жены. Почтенные, чуждые сплетен, мыслящие, трезвые и верные во всех отношениях. Может быть, не мыслящие и трезвые, а трезвого образа жизни. То есть, в прямом смысле, не пьяницы. Ну, тоже понятные требования. Каждый диакон должен быть мужем одной жены, вот, кстати, вспомнил, вроде бы не сказал сразу, но тот вспомнил. А мужем одной жены справляться с управлением своими детьми и собственным домом. Да, вот как бы вдогонку. И про епископов это сказал, и тут вдруг и про диаконов надо. Своим добрым служением они стяжают высокое положение и немалое дерзновение по вере во Христа Иисуса. Вот, собственно, с чего начинается управление церковной общиной. С постановки правильных людей на правильные роли, да, почтенных, те, которые не злоупотребляют вином. Вот про епископов отдельно сказано, про диаконов не сказано, драчун, стяжатель, да, потому что у начальника больше шансов проявить эти свои качества, чем у помощника. Все это я пишу в надежде вскоре прийти к тебе, но если и задержусь, ты будешь знать, как следует поступать в Доме Божьем. Это церковь Бога, живого оплота, основания истины. То есть Дом Божий – это община. Это не храм. Храмов еще нет, они не строятся тогда, потому что христианство – это, в общем-то, незаконные религии. Они собираются где угодно, в частных домах, где-то на природе. Но Дом Божий – это сама община. В надежде вскоре прийти к тебе, но если и задержусь, ты будешь знать, как следует поступать в Доме Божьем. Это община, церковь Бога, живого оплота, основания истины. А на чем она стоит? Велика, без сомнения, эта тайна благочестия. Вновь Павел говорит о таинстве, о чем-то таком сокрытом от всех людей. Итак, тайна благочестия. Бог был нам явлен во плоти. Праведность его открыта в духе. Ангелами был он увиден и проповедан народом. В мире он был принят верой и вознесен во славе. Вот тоже такая поэтическая, литургическая поэзия, по сути, поэтическая формулировка. Если общинам, которые лишь недавно пришли к вере, Павел пишет очень подробно. Целое послание к римлянам, он раскрывает все это по каждому пункту. Тимофею достаточно в таком сжатом виде и одновременно очень поэтичном виде назвать самое главное из этого таинства веры. Что Павел здесь и делает, потому что Тимофей в этой вере уже крепок, тверд. И, может быть, без лишних каких-то комментариев, я просто еще раз это прочитаю, что он здесь говорит о воплощении Христа и о том, что его праведность открывается прежде всего в Святом Духе, может быть, имеется в виду конкретно воскресение. «Бог был нам явлен во плоти, праведность его открыта в Духе, ангелами был он увиден и проповедан народом, в мире он принят был верой и вознесен во славе». То есть это все касается и ангельского, и человеческого мира. Ну а с чем приходится сталкиваться этому самому Тимофею, когда он управляет церковью, об этом еще подробнее будет сказано в 4 главе, да и дальше в этом послании. Продолжение следует...